Всем привет! Меня зовут Сокол. Свеженький, нарядненький, хорошенький, холёный, морёный. Сегодня мы разберемся, что такое у нас новый альбом, мини-альбом группы Кипелов. Та же самая этого церковлённая скукота или Кипелов вернулся к корням, где в аре он сиял как огранённый бриллиант, и мы все ссались от него кипятком. Давайте слушать, заставочка. Ну что я могу сказать? Первый трек интро, это конечно же то, чего не может почему-то Кипелов избегать в своих релизах. Это просто забивание. Для визуального забивания, ты смотришь, О, много песен. Бац, интро. Это не песня. Это одна минута. Да, красиво записано. Да, в конце очень красиво звучит акустическая гитара. Это даже не костыль, а такое запрещённая карта какая-то, чтобы немножко ввести заблуждение. Ты покупаешь альбом, да, например, смотришь, там пять треков, покупаешь альбом, а там четыре трека. Ну как-то оно так, ну не очень. Вот послушайте интро у моей группы Виконт, у обоих альбомов. Арийская Русь часть 1 и Арийская Русь часть 2. Там каждое интро интересно слушать. И это не какой-то обман. Хоть в одном интро и говорильня только, да, но там есть музыка, прям насыщенный трек. Музыка меняется, нарастает все мощно. Вторая это вообще мини-песня. Хоть это и интро, хоть это и четыре строчки бесконечно повторяющиеся, но это все равно музыка, это все равно вокал, это все равно. Хоть это и интро, но это все равно полноценный трек для того, чтобы кто-то им смог наслаждиться, кому он понравится. У Кипелова же это просто вот визуально сделать на один трек больше. Весы судьбы. Следующий трек. Слушаем. Прослушав первый куплет песни Весы судьбы, складывается ощущение, что у Кипелова глубокий творческий кризис и кроме войны великой отечественной и церковных каких-то божественных апокалипсисов, где судят человечество, ничего группа придумать не может. Первый куплет может быть как и про Великую Отечественную Ану, так и про вот эти вот кару небесную. Непонятно. То ли апокалипсис наступил, то ли люди воюют. Вот на две темы, которые Кипелова постоянно просто по кругу гоняет. Ну, слушаем дальше, сейчас может быть это все нам объяснится. Слушайте, ну здесь ракеты уже как бы... Хотя тоже может быть апокалипсис. Апокалипсис это же не обязательно какая-то библейская штука, где древние евреи отфигачивали народу, чтобы по наущению Божественного Отца занять их территорией и... Ну как, в общем, написано в Бетхом Завете. Здесь ракеты, но это точно так же может быть и апокалипсис, который божественной тланью заставляет людей друг друга фигарить. И хрен бы с ним, но вот вообще по треку, да, два куплета прошло. То есть припев я еще не слышал, два куплета прошло. Вокальная линия, ну, это немножко скучновато, друзья мои. Люди немножко уже выжимают из себя. Я не знаю, кто автор данного трека, может кто-то из музыкантов, может сам Валерий Кипелов, но сама по себе вокальная линия может быть и была бы хорошей, если бы ее бы спел бы кто-то другой. Потому что, к сожалению, Валерий Кипелов превращается в свою пародию, которую на него делала раньше группа... Не знаю, есть такая группа или нет, сейчас посмотрю быстро. Группа Легенда. Да, группа Легенда, в которую... В которой вокалист пародировал Кипелова, и это выглядело прям вот как пародия такая. ЧЁРНЫМ ОГНЁМ, вот это вот. Совершенно невозможно было слышать, не знаю. Видимо, вокалист очень сильно хотел походить на Валерия Кипелова, или группа хайповала на этом. Не знаю, чем сейчас она занимается, но несколько лет назад мне где-то выпадала эта группа, и я прям, ну, дико угарнул, что вокалист так включает Галкина и пытается стать Валерием Кипелым, но не получается. И вот сейчас, настал тот момент, когда сам Кипелов превращается в того пародиста из группы Легенда, и, собственно говоря, слушается это прям, ну, кошмар какой-то, я не... невозможно. Вот то, что я показал недавно, да? ЧЁРНЫМ ОГНЁМ! АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Вот эти, с симфоническим оркестром, который я хвалил, у меня хвалебный ролик выходил, где я его прям от удивления и аплодировал, задыхаясь от чувств, как это круто, здорово сделано. И мне кажется, все это чисто желание Валерия Кипелова петь вот таким голосом. Не знаю, ему кажется, что это прекрасно, но мое субъективное, нет, не прекрасно, это слушается ужасно. Из-за этого довольно-таки средняя вокальная по крутости линия, она с этим вот пародийным голосом на самого себя, она слушается прям ужасно. Но, может быть, припев сейчас взорвет нам, ну давайте. Припев хороший, припев, вокальная линия хорошая, текст мне не понравился, текст абсолютно клишированный. Не знаю, кто это писал, опять же, не хочу слишком погружаться в данный контент, просто по-быстренькому пробежимся. Даже если это писала Маргарита Пушкина, наша прекрасная поэтесса, в чем я не уверен, но может быть. Такое впечатление, что написано по-быстрому и написано именно, конечно, с талантом Маргариты Пушкиной, но написано для Кипелова. То есть она понимает, что Валерию Кипелову нужно, да, то есть человек, когда садится писать, он знает запросы клиента на конечный продукт. И она знает, что Кипелов хочет вот это вот весы судьбы, божественное вот это вот все, чтобы было вот чуть-чуть там каких-то военных каких-то вот этих вот противостояний. Все это сбагрит немножко вот этой церковной штукой, и Кипелов будет доволен. Собственно говоря, такой же текст. Весы судьбы между небом и землей, жизнь и смерть ведет свой бой. Просто как будто написал это школьник, который только-только создал свою группу, хэви-метальную, конечно же, у которого все вот эти клишированные образы, они сидят еще таким жестким, утрамбованным комком внутри, и он там сердце сжет огнем, и все вот это вот делает. Пишет именно таким образом. Ничего в припеве не понятно абсолютно, то есть в строчках земля там с небом ведет твой бой. Опять же, вот то, что я говорил, вот это вот церковная штука, да, когда там небеса, грубо говоря, с адом, да, борются, а руками, грубо говоря, людей, ракет там, штыков и всего прочего. Такое ощущение, что мы слушаем один и тот же трек, просто под разными углами все время Кипелова. Хочется, конечно, на что-то. Вот Ария молодцы, Ария в этом плане молодцы, у них разнообразная тематика. Хоть они и жаловались, что у них тоже кризис тем, да, что они не знают, о чем пить, но у них постоянно, да, вот даже тот же альбом, откуда Кипелов ушел, после которого, то есть не из альбома ушел, конечно, а после альбома. Там вампир, да, там что только не было у них, там какие-то тематики разные, интересные. У Кипелова все одно, небеса, вот и человек молится, и война, конечно же. Война, Великая Отечественная война или Вторая мировая, кому как угодно. По музыке все нормально, такой нормальный hard and heavy, ничего не прикопаешься. Риффочки, все хорошо звучит, нормально сыграно. И что-то сделали с записью, потому что первый раз, когда я слышал Весы Судьбы, там что-то было с записью очень странное. Звучало плохо, вокал был где-то утоплен, сейчас все слушается хорошо, четенько, вообще никаких вопросов. Видимо, группа промониторила какие-то обзоры блогеров или вообще оценки критиков каких-то, да? Может быть, меня посмотрели. Да кто ты такой вообще, чтоб тебя кипел? Да никто, Кипелов вон, а ты здесь. Что это вообще можешь там про него говорить? Кто ты такой, чтоб что-то про кипелых говорить? Да я просто человек, который высказывает свое мнение, может не смотреть. Звездный лорд, покажи ребятам. Ой, простите, я просто не знал, как эта штука работает. Спасибо. Сейчас звук хороший, музыка хорошая, все замечательно. Вокальная линия у припева тоже хорошая, все нормально. Но карикатурный голос кипелого плюс текст вот этот ужасный, слушается все как, я не знаю, как будто вот эта школьная какая-то пародия на самого себя. Очень печально. Второй куплет стал не лучший. Танки горят как свечи, но хранит наш танковый бог. Танковый бог, ну вот как матричный бог. Все одно и то же, как будто вот, да? Вот мы вспоминаем первый альбом. Мне очень странно, что у группы, которая поет хови метал, нету фантазии на то, чтобы и исполнять какие-то разные темы, да? Чтобы им в голову приходили разные темы. Мне вот это странно. У меня миллион идей. Я не понимаю, как человек, который делает хови метал, это же как бы люди, ну, довольно-таки глубокие, развитые, начитанные, как обычно, да? То есть не... Не обриганорс, а элитабл. Но если серьезно, то вот странно, что такие группы, как Ария Кипелов, время от времени жалуются на кризис тематики, да? Которую они поют. И вот, ну, Кипелов обращается к каким-то старым песням, к своим, да? Ну и помимо того, что муссируют одну и ту же тему, то матричный бог, танковый бог, ну... Не так-то много у них песен, чтобы забыть такие уже прям знаковые, интересные, матричный бог, да? Это довольно-таки врезающийся в память метафорический оборот. И повторять то же самое практически, да? Только тут танковый бог, ну, блин, ну, оно не очень, конечно. Странно, что такое можно забыть, и, скорее всего, это не забыто. Просто-таки посмотрели, ну, давайте вот так вот. Там вроде играла эта песня неплохо, давайте танковый бог. Инструментальная часть в этой песне для меня, ну, не вызывала никаких особых бурных эмоций, когда, типа, вот это штырит, нормально, нормально, неплохо, но и непрекрасно... такой... среднячок крепкий. Добираемся до третьего куплета и смотрим, что же будет. Что в этой песне будет, кроме того, что идет бой между небом и землей, и они хотят всех сжечь огнем. Какая-то из сторон. Нет, в третьем куплении ничего не произошло. Бой все еще идет. На секунду тишина, и снова бой. В конце трека Кипелов превращается в милого, робкого котика и поет на весах судьбы, на весах судьбы повторяя. И слушаться это, конечно, лучше бы Валерий этого не делал, потому что из нашего привычного, мощного, крутого вокала это слушается, как мяуканье Акселя Роуза, когда он в 12-м году, по-моему, решил выйти из забвения и снова начать гастролировать и вживую у рояля там сидел и пытался наш любимый хит играть, там этот November Rain играть и петь вот таким вот жутким голосом. Прямо это плохо было. Но все это хорошо. Ладно, интро мы выбрасываем, вести судьбы. Мы уже слышали этот трек, хоть и в плохом звучании, он был опубликован до релиза всего мини-альбома. Сейчас, наконец-то, у нас осталось три трека, которые мы не слышали. Ну, я, по крайней мере, не слышал. Вы, наверное, уже послушали, смотрите мой обзор после того, как составили свое мнение. Давайте сверимся, совпадет ли оно с моим. Ночь в твоей душе. Блин, вокальная линия первого куплета я прослушал. Вокальная линия хорошая, но, блин, ну как? Ну что с голосом, Валерий? Ну что? Пожалуйста. Пожалуйста, не надо так петь. Я не могу поверить, что Кипелов не может петь по-другому. Зачем? Вот это пародия, блин, чертова пародия из группы «Легенда». Ну как это? Ну что это такое? Ну невозможно. Просто вот ты слушаешь, и вот это вот... Котик, котик вот этот вот. Аксель Роуз потом немножко опять себе где-то что-то там взял, поддавил, взял себя в руки и снова стал фигачить. Потом с ICDC выступал, он там на коляске выезжал и уже пел круто. Уже пел здорово, мощно и замечательно. У Кипелова с каждым годом все хуже и хуже и хуже. Ну почему? Тот же Серышев, посмотрите, просто песня средненькая вышла, да, у группы «Воля и разум». Ну как Серышев херачит вокалом, я просто в шоке был. Большакову написал, ну вернее там позвонил или не помню уже что это сделал. В общем спрашиваю, это вместе со страйком голос у Серышева, да? То есть так круто звучит, просто я не верил, что это Серышев. У Серышева он, у меня голос до сих пор ассоциируется с этим. Болерун, который на одной ноге фуете делает и в этом, у эпидемии. Я первый бог, что вот это вот, да, обречен. И вот у меня под этот припев у меня Болерун фуете делает. Почему-то, не знаю, такая ассоциация. И вот у меня с таким голосом Серышев ассоциируется. Нифига себе хреначит с расщепом, мощный такой вокал, я такой не шутеевно. А я не думаю, что Серышеву лет сильно меньше, чем Кипелу. Наверное так же, как минимум, да? Может даже больше, не знаю. Но посмотрите, какая мощь там просто, катастрофическая мощь просто идет. Я Большаков спрашиваю, это вместе со страйком как-то там замиксовали, да? И вместе звучит, страйк расщепляет. Серышев поет вот это фуете своим, да? Большаков говорит, нет, это Серышев все поет. Два раза просто записан голос как-то хитро. Но тем не менее, Серышев, я такой, блин, это так и надо, петь весь альбом, это же просто охеренно. Чтобы мне сейчас не писали про возраст, да, ценители там Кипелова. Я сам главный фанат Кипелова, только того Кипелова, который был тогда. Чтобы мне не писали ерунду, да ну так дай скидку на возраст. Ну какой возраст? Посмотрите на Серышева, ну что это такое? Посмотрите на вокалиста группы White Snakes, ну что это такое? Охеренно же просто, ну. Не говорите мне ничего про возраст, это чисто желание Кипелова петь так вот на расслабоне как-то, я не знаю. Он может петь круто, но почему-то решил, что и так все зашибись. А зачем? А зачем по-другому петь, если альбомы раскупают, залы полные и все, что еще надо? Слушаем дальше. Ну это пока просто, это мяуканье просто тяжело, конечно, воспринимать. Но остается мед судьбы, время нет. Я не знаю, дослушаю второй куплет, это просто кошмар, ладно. Убираем этот мяукающего котеночка, убираем, ладно. Просто слушаем про текст, просто одно желание одного и того же. Простите, я максимально садясь за этот обзор, хотел, ну за свое субъективное мнение, хотел просто максимально видеть все хорошее здесь. Но даже вот тот же текст, который мы слушаем, опять вот эта нить порванная, опять одно и то же, то, что у Кипелова было миллион раз. Нас уже не изменить, все вот это вот пройденное уже не вернуть, как прекрасная баллада Кипелова. Та-ра-па-па-па-ра-па-ра, кольцами ЗМИ, за каждым твоим движением. Не помню, как песня называется, но вот вы поняли, да? Там тематика такая же, как здесь, абсолютно, да? Все вроде уже прошло, прошло, но потом лучик надежды в конце, лучик надежды. Но и вот эти фразы там, вот эта нить порванная, опять то, что мы у Кипелова слышали же много раз. Просто, ну, настолько кризис просто у группы, что просто они косплеят сами себя, и на это все еще накладывается все более-более плохой вокал. Ну, как вот человек может приходить просто, вставать у микрофона, вот уровня Кипелова, да? Мощная легенда уровня Кипелова, и записывать вот такой вокал. Я делаю, конечно, скидку на то, что быть может, быть может, один шанс из миллиона, что Кипелов действительно, у него какая-то деградация вокала произошла, и он не может по-другому петь. Может быть, тогда извините, Валерий, и если этот один шанс из миллиона, именно он является реальностью, то как бы, простите меня, что я тут говорю, да? Как может человек так поет? Но я не могу в это поверить, потому что не так давно мы все слышали этот концерт с симфоническим оркестром, и Валерий нормально там пел. Слушаем припев, ночь в твоей душе. Начинается припев, половину я прослушал, и просто валят какими-то фразами, которые между собой не связанными, и клише, которое... Даже не клише, а тот потаенный смысл, который нам пропихивает постоянно все эти века христианства, страх темноты. Вот то, что я не раз говорил в своем ролике, что вот это все дьявольщина, чертовщина, там вот эта ночь, вот это все плохое от дьявола, это нам очень много внушали, потому что все, что пугает человека, это оно кроется в темноте, это все вот от лукавого, да, вот этого, от дьявола. Это просто отсутствие света, это просто солнце зашло, да, за горизонт. Света меньше стало, но вот темно, и там-то вот это вот человека и пугает, вот это все вылазит, вот это и нас ерундой темной, невежественной пугает уже многие века. И здесь вот слышите, это очень странно, конечно. И причем это вставлено вообще, ну непонятно зачем здесь, да, то есть непонятно вообще о чем песня. Песня пока вот по смыслу там все ушло, все плохое, у тебя были в жизни какие-то шрамы там на душе, да, вот это все было плохо-плохо, и тут бац, боязнь темноты. Ну как бы оно понятно, если человек верующий, то ты боишься темноты. Это нам вдалбливают и вдалбливают. Почему люди боятся встать там некоторые и пройти там до умывальника с выключенным светом, потому что, о, из темноты их сватит что-то там, да. Ну как бы вот на этой фиге. Это только суеверие для людей, которые, ну, сиволапые, кривозубые крестьяне, да, которые там чур-чур-чур меня там это, быстрее без свет включать от страха. Ну просто ладно бы и песня была бы о каких-то религиозных каких-то вещах, но тут вроде просто вот о человеческих утраченных каких-то возможностях поется, и вот бах, это строчка неожиданно, страх темноты. Все ушло безвозвратно, забудь, но вот новый рассвет, недоступной весны. Чего это за... Если это писала Маргарита, то я могу понять Маргариту, что женщина зарабатывает деньги, да, то есть ее тексты стоят денег, ну, немалых денег, да, как раскрыл нам вокалист группы Амальгама, да, довольно-таки недешевые услуги Маргариты Пушкиной по написанию текстов. Я понимаю, что Маргарита зарабатывает деньги, но какое-то за свой бренд-то должно быть родение, да, так скажем, ну, просто вот, ладно Кипелову такое понравилось, да, она принесла Кипелов, идеально, просто, все, что я люблю. Она Маргарита такая, наверное, про себя. Ну, да, все, что он любит, я все и собрала. Ну, просто, ну, как бы, за свой бренд-то не стыдно. Я, мне кажется, что, ну, я не слышал, что Кипелов работает с какими-то другими поэтами, и, скорее всего, здесь все с Маргаритой. Ну, я не знаю, как Маргарита такое пишет. Прошлое клинком отзовется в зеркалах. Одно и то же, просто мусолит, причем непонятно сейчас вообще что. Может, там не клинком, может, там другой какой-то текст. Ну, вот я раза три-четыре прослушал, и, по-моему, кто клинком сюда подходит, ну... Я второй куплет начал слушать. Да что это? Кто писал-то? Блин, ребят, ну... Я не знаю, как на это реагировать. Просто. Ну, не, ну, вы послушайте эти строчки просто. Ну, не послушайте, включать музыку не буду, потому что все-таки это... Авторские права. Прошлое клинком отзовется в зеркалах. Полоснет огнем крик разбитого стекла. Блин, это человек, который писал это, ну... Надо какой-то все-таки связанные какие-то образы, чтобы были, да? Если тебе больно, там, в душе, там, там, сжали сердце, тиски, там, или еще что-то, понятно. Что происходит здесь? Просто набор метафор, которые ради метафор просто... Они бессмысленные. Почему огнем полоснет разбитое стекло? Да что это за... Слушаем дальше. Но не убежать от прошлого прочь, и душа впустит ночь. Смысл-то я понимаю. И, в общем, прошлое, плохое, которое творил человек, или, может, сожаления какие-то, они его настигают. И не имея сил преневозмочь эти негативные в прошлом деяния какие-то свои, человек впускает в свое сердце там еще больше зла, грубо говоря. Потому что ночь, это у ворцирковленных людей, это всегда зло, это дьявол и все вот это. Плохое. Проигрыш мелодический. Мне понравился. Гитары в интервал играют, там, красиво. Такое лиричное место получилось. За вопросов никаких не имею. Припев, к слову говоря, гораздо хуже куплета, и это просто провален для песни. Это помимо всех негативных моментов, которые я сказал до этого. Правильно мне писали люди. Сокол, если ты не слушал еще альбом Кипелова новый, то лучше не слушай. Как бы преодолев половину данного релиза, я склоняюсь, что человек был прав, который мне это написал. Ну, это что-то невозможное, конечно. Ну и представляю, как радуется тот пародист Кипелова сейчас, что он с ним сейчас поет в копейка в копейку. Просто один голос. Но только раньше, когда слушали мы эту пародию, мы улыбались, конечно, и снисходительно к этому относились. Да, а теперь, когда Кипелов так запел, такой... Шутка как бы затянулась, ребята! Прекращайте, это не смешно уже, нет? Вот релиз, пожалуйста, вышел. Кстати, судя по всему, кто-то из группы Кипелов посмотрели обзор мой на их обложку и немножко ее дотянули, дорисовали. Потому что, если бы вы смотрели тот мой обзор, то я говорил, что многие вещи, которыми я прикапывался в обложке, да, здесь вот, посмотрите, есть у нас такие штуки. Вот как здесь, против движений, против, скажем так, законов физики, да, вот эти места там, например, висят в воздухе, да. Ну и что сделала группа Кипелова, смотрите. Они здесь дорисовали птичку, которая как бы держит этот, эту цепь, да, натянутую. Ну, хотя бы попытались, хотя бы, хотя бы попытались. Переходим к следующему треку, который называется «Твой путь». Какая-то школота просто нескончаемая. Ты встал на край судьбы. Блин, просто, что происходит вообще, я не понял. Это взрослые люди как бы вот это от текста одобряют. Просто первая строчка меня все выносит сразу. Ты встал на край судьбы, сука. Что еще можно тут сказать? Я просто не знаю. Вот есть пародийные группы, которые травят хэви метал, да, там, на Западе, там, у нас, там, да. И вот подобные вещи, они, конечно, дают им хорошую пищу для творчества таким командам. Просто вместо того, чтобы испытывать гордость за свой любимый стиль, да, музыкальный, ты испытываешь стыд вот за такое. Встал на край судьбы, блин. Глядя в вечности в пасть... Это хуже просто нельзя придумать. Даже школьник, наверное, бы, который в 15 лет собирает свою первую метал-группу с ребятами, там, в каком-нибудь гараже, не смог бы такую херню написать. Простите меня, группа Кипелов, но это просто кусок... Я не хотел такие слова употреблять, но вот именно к этому, вот, речевому обороту из двух вот этих вот метафор у меня больше никаких слов нет. Я не знаю, кто это написал. Но тот, кто написал, ему лучше дать бы, это, передышку в творчестве и что-то как-то, я не знаю, почитать или, там, какие-то беседы психологические провести. Что если ты, ну, не полный кретин, то, что ты, зачем ты это делаешь? Ради денег, то есть, просто вот это написал и отдал, и... Тебе не важно, как это будет, как это людей от этого будет корежить. Про... Еще раз, друзья мои, еще раз. Ты встал на край судьбы, сука. Это от меня уже, сука. Глядя в вечности в пасть. СХВАТИВ ЗА ГОРЛО ЖАЖДУ, ТЫ БРОСИЛ ВЫЗОВ СЫТОСТИ! Смысл тот же. Меня просто реально корежит. Я не хочу бомбить, я не хочу бомбить, я держусь из последних сил, я не хочу этого всего, я хочу просто весело провести обзор. Если бы мне накипело было насрать, я бы сидел, веселился бы, просто угорал, как над тиктоком бы каким-нибудь, вы меня просто поймите, друзья мои. Я это делаю не потому, что я хочу захейтить Кипелова, и там хейт Кипелова больше собирает. Блин, поверьте мне, клянусь там чем угодно, там на зубики, что родителям могу поглядся. Я очень хочу, чтобы Кипелов выпускал альбомы, как первый альбом «Реки времен», который был изумительно прекрасен, который был просто прекрасен, на котором я наслаждался, который я постоянно горланил на репетициях у себя, да, приходил просто, включал альбом и вместе с Кипеловым пел. Это просто было какое-то, ну, какое-то вот продолжение Арии. Я так переживал и боялся, что сейчас будет херня. Вот Кипелов ушел из Арии, и Арии будет херово, и Кипелов без Арии. Ну, блин, Ария с Берку там выпускает шикарный трек «Колизей», шикарный альбом выпускает, Кипелов выпускает шикарный альбом. «Да, золотой состав вот этот вот развалился, вот эта магия распалась, но, блин, получилось две крутейшие группы». Я такой, ну, ладно, мне, конечно, неприятно, но это все равно. У Кипелов релиз охеренный, у Арии без Кипелов релиз охеренный. Все замечательно, и я такой, ладно, была одна крутая группа, сейчас, ну, даже не крутая, одна божественная группа была, да, которую бы сам бы Зевс бы включал бы у себя бы на Олимпе, и все олимпийские боги бы слушали это. Но после этого распада появилось две просто крутые группы, которые очень классные, да, не прям легендарные для Олимпа, да, но просто крутые. И все, Ария хотя бы продержалась, два альбома выпустила с Берку там крутых. Потом начало все хуже у них с приходом Житникова, ну, не вина Житникова, естественно. У Кипелова просто один альбом, и все, дальше просто стагнация какая-то идет, деградация. Ну, здесь это просто вот слова, еще раз я вам сейчас хочу, первый я вам уже несколько раз осветил, второе, продолжение, вторая часть куплета. Оторваться от пуд земли и лететь или в бездну упасть. Большей клишированной херни, бессмысленной и беспощадной, представить себе, конечно, тяжело. И к школьникам-то, которые только начинают 15-летние, это можно было бы еще как-то глаза закрыть. Кривясь, конечно, но можно просить, но это дети, дети, они пытаются писать красиво, но у них еще детский мозг, они не могут рассуждать и понимать, что некоторые метафоры нужно все-таки применять, пусть они будут и красивые, вот эти цветастые, как мы любим в хэви-метале, но они должны быть к месту, как бы, да? В этой песне и как и в предыдущих песнях к Кипелову, здесь просто она концентрирована как-то, эта тупая херота начинается, когда ты просто перечисляешь бессмысленно красивые слова какие-то. Сердце в огне, капли дождя, нить судьбы. И вот это все ты просто перечисляешь через запятую. Смысла никакого нет. Зачем? Душа кричала, стой, дальше поет Кипелов. Зачем она это делает? Непонятно. До этого человек стоял, глядя в пасть вечности и стоял на краю судьбы. И думал, либо упасть, либо взлететь. Ну, грубо говоря, какой-то конец мира, обрыв вселенной, вот он какими-то магическими странными силами дошел до туда. Я не думаю, что это прям метафора на какие-то душевные переживания человека. И стоя на краю судьбы, глядя вечности в пасть, что это прям реально, там, да, человек с кем-то расстался. И вот они пытаются этими словами писать какую-то бытовую житейскую ситуацию. Ну, наверное, нет. Наверное, все на мистике тут завязано, да. И вот какой-то там супер, там, супергерой, который прошел какие-то там миры, там, хапнул, как говорится, этой жизни, да, стоит и думает, вот либо упасть туда, либо взлететь все-таки, да. Но при всем при этом, вот он стоит перед выбором, упасть ему или взлететь, душа кричала «Стой!». Че «Стой!»? Падать «Стой!» или взлетать «Стой!»? Возможно, дальше нам объяснят. Душа кричала «Стой!», встрепенувшись от сна». Просто. Даже если мы рассуждаем дебильными карикатурными материями, когда вот этот супергерой стоит на краю каких-то там миров, да, перед ним бездна или там какой-то непонятный, там, небесный свет, которым можно взлететь, вот он понимает, что все, что он прошел, это тяготит его, и он думает, да в баню бы это все, сейчас брошусь в пропасть, и все это закончится в бездну. Или там, типа, дорваться дальше к свету, там, да, там, к этому. Весь этот эмоциональный коллапс, который сейчас происходит в душе у человека, да, он стоит, вот, дошел до этого, ну, просто, по крайней мере, сама вот эта вот точка, конца какого-то миров, бездна вот эта, да, там, или вот этот какая-то, ввысь куда я там, он стоит перед выбором взлететь или упасть, она сама по себе точно неспокойна, душа точно мечется, рвет там, и от мыслей, и от переживаний, да, там, просто ты сам по себе, то, что ты находишься на этом краю, грубо говоря, да, у тебя душа уже штормит, будь здоров. И тут душа кричит, стой, что, стой, падай, взлетай, но делает она, вдруг, очнувшись от сна, встрепенувшись, вернее, от сна, встрепенувшись от сна, то есть вся вот эта вот коллапс, который происходит, дикая реальность вокруг, да, дикие переживания, а душа где-то отдыхала, чилила где-то, и тут такая, встрепенувшись, подожди, стой, что, что происходит? Мы где находимся, такая, это что такое, это бездна, что ли, а там что-то светит прекрасное, подожди, да? Бессмысленный, беспощадный, тупой текст. Только кто-то там за чертой дальше, то есть стоит человек, он, это, бездна, либо дальше вверх, да, душа кричит, стой, но только кто-то за чертой, еще появляется один персонаж данной истории, кто-то за чертой. Только кто-то там за чертой ждать не хочет ни дня. А зачем это все? Что, он издевается, что ли? Это какой-то эксперимент. Сейчас выскочат люди с камерами и скажут, ага, попался, вот, новый альбом Кипелова вот этот, а не то, что ты сейчас слушаешь, это розыгрыш. Ребята, выбегайте с камерами, пожалуйста, побыстрее, я не могу уже, просто это какое-то пись... Ладно, что же это за персонаж, который не хочет ждать ни дня? Начинается проигрыш, пока непонятно. Ты был, как все, ты жил в мире собственных грез. Угу, но теперь ты изменился. Так, что же случилось? Но однажды ты сам решил, пусть все будет всерьез. То есть все люди живут, которые до этого не всерьез живут. И он один понял... Как он один понял? Что он понял? Что было не так? Что значит жил, как все? Почему они не всерьез жили? То есть, ну, вообще, собственно говоря, та смысловая нагрузка, которую несет данный трек, она просто не выдерживает, ну, не то, что критики, это просто посмешище лютое какое-то. Ладно, там хотя бы серая толпа, да, там, которая... Свои житейские какие-то бытовые вещи, только в них она купалась и ничего не видела вокруг, да? Но однажды старший брат тебе открыл глаза, там, ну, хоть какая-то логика повествования была. Ты жил, как все, но однажды такой, вдруг, ха! Я теперь буду не как все. То есть, непонятно, что было плохого в остальных людях, почему они жили не всерьез, что произошло с главным героем. Просто решил вот так, быть не таким, как все. Именно вот эта вот метафора, не серьезно жил до этого и решил жить серьезно. Но она просто уб***ь какая-то. Быть не таким, как все решил, это можно понять. Но серьезно, не серьезно жил, ну, что это такое? Если это писала Маргарита, блин, это такой жирный просто в биографии Маргариты клеймо такое просто. Вот Маргарита зарабатывает деньги, ей на свой материал просто наплевать. Потому что, ну, ну, нельзя выдавать Кипелу. Ладно, Кипелу это понравилось. У человека свои какие-то тараканы в голове. Маргарита такие крутые тексты писала. Ну, как вот это? Я, может, ошибаюсь, зря на Маргариту, я не знаю. Напишите в комментариях, кто знает, кто автор текстов. По вокальной линии сразу тоже скажу, не какущая просто вокальная линия, она не то, что не цепляет, она как будто в десятый раз повторяющиеся одни какие-то вот на найские напевы, которые Кипелов любит. Не знаю, наверное, он автор песен данных, именно вокальной мелодии. Просто как будто я слышал это уже десять раз у него уже, не знаю. Вот Весы судьбы хороший припев вокальный. Куплет, ночь в твоей душе неплохой. Твой путь пока все плохо. Прям и текст, и вокальный мотив. Припев начался. Твой путь как злой дракон. Твой путь как злой дракон, что сжирает тебя. То есть, вектор направления, стремлений человека, его там действия, деяния какие-то, они убивают этого человека именно своими действиями. То есть, непонятно, кто что делает, что не так, почему ты это делаешь, если тебя это убивает, и ты от этого страдания испытываешь. Ну, нихрена непонятно. Ну, что ж, таков закон. Я прослушал с десяток раз, и пламя ярче огня не слышу. Ну, что ж, таков закон. Пламя ярче огня. Ну, пламя ярче огня или что? Или пламень. Пламень ярче огня. Что? То, что в душе у человека горит, оно ярче огня, типа. Но какая бессмыслица. Человек идет, совершает какие-то поступки с жизни. Они его сжирают, да, ему плохо от этого. Но Кипелов поет, говорит, ну ладно, нормально, просто таков закон. Таков закон. Какой закон? Чей закон? Почему? Самое главное, что это ярче огня. То, что ты испытываешь вот эту боль, и эта эмоция, они ярче огня. Самое главное. Ну, это закон чей-то, типа, ничего с ним не сделаешь. Типа, что нахер происходит? Вообще. Вообще нахрен непонятно, ни хрена просто. Я уже не говорю просто про детские метафоры, которые просто утрамбованы в песню, как не в себя. Это тут понятно уже. Но просто я пытаюсь смысл хоть какой-то уловить. Но жутко плохая песня. Ты слышишь бой часов? О, как близок финал. Прошла уже половина песни, и мы не поняли, что, собственно говоря, происходит. Вначале человек стоит у черты, да? Думает, падать в бездну или взлетать? Но, больше человек вдруг, который какой-то за чертой человек, он не хочет ждать ни дня. Сейчас человек, стоя где-то там, хрен знает, на задворках мироздания, слышит бой часов. Где часы? Откуда они бьют какие-то мировые часы судьбы? Что это за херня? Почему он их слышит? Где-то непонятно. Близок финал. Хорошо, финал. Что будет? Что происходит? Прыгнет он, взлетит. Что это все вообще? Мчать на крыльях семи ветров. Почему не восьми? Если уж, ну, либо четыре ветра, либо восемь. У меня где-то тоже, по-моему, была песня, где то ли шесть ветров было, то ли что-то такое. Магическим образом умеет всеми ветрами управлять. Восьми, да? Там, юго-запад, север, юг, запад, восток. Ну, и промежутки между ними северо-западный, юго-западный, юго-восточный, северо-восточный. И решил использовать семь из них, да? Для своих магических дел. Один оставить на воле. Пусть там для людей дует. Я не знаю, я уже выжимаю просто. Все, чего желал этот человек, слыша бой часов и чувствуя близкий финал, это лететь на крыльях семи ветров. Хорошо. По инструменталу, ну, такой, глючноватый, такой, слегка депрессивный, вопросов нет. Нормально. Начинаются припевы. Два последние припева. Это один припев, тот, что мы слышали уже, про дракона и вот это все. Но после него идет еще один припев и там меняется текст. Лишь только встав на грань, ты поверил в себя. Пусть режет жизни пульс, но не гаснет звезда твоя. Как плохо-то, а? Я уже думал, бессвязных метафор уже хуже не будет. Ну все, куда уже хуже? Нет, они вбивают. Просто бессмысленно это. Взрослые люди, ну стыдно же такое делать. Ну, блин, ну. Мы же читаем какие-то книги в жизни, как-то развиваемся. То есть, тексты, группы должны с возрастом все быть круче, круче, круче. Быть в душе ребенком, это всегда круто. Я это всегда поддерживаю. То есть, терять детскую непосредственность, превращаться в скучного взрослого, это то, против чего я всегда выступаю. Она не выражается в деградации сознания, когда ты не можешь понять, что выглядит нелепо или смешно, да, и делаешь там это. То есть, ты должен понимать, ты же взрослый человек, то есть, ну, есть какая-то, радоваться каким-то мелочам в жизни, да, там, там, в те же компьютерные игрушки, да, я слишком взрослый, да ни хрена. Взрослому человеку точно так же должны радовать какие-то вещи, которые радовали ребенка, да, то есть, утрачивать это, это, ну, самому себе просто скручивать эту резьбу удовольствия от жизни, да, становиться скучным взрослым, что может быть хуже? Но, это не проявляется в тем, что ты начинаешь писать деградские тексты, просто, которые, ну, по смешищам выглядят, ну, реально. Человек стоит над пропастью, там, бездна, да, либо взлететь, либо упасть в бездну, какой-то человек, его пульс жизни гаснет, ну, человек умирает. Последним припемом говорится, ну, ничего, зато твоя звезда сияет. Какая звезда? Что сияет? И его путь сияет, так его весь путь был, типа, плохим. Он сам себя сжирал, он совершал какую-то дичь, но при этом совершал это громко, да, что все это видели, там, да, вот это человек, там, там, а, как Гитлер, да, там, пошел, там, на другую страну, там, типа, вот запомнили. Был, конечно, говном куска, куском говна, да, но помнят его до сих пор. Гремит имя-то, да, сквозь эти, десятилетия. Типа, что хотел сказать Кипелов этой песни? О чем эта песня? Какой человек за чертой, который ждать не хотел ни дня? То, что человек находится просто на смертном одре, лежит и умирает, и вспоминает какую-то свою прошлую жизнь, это пытается Кипелов этой песне показать. Ну, так тогда применяй какие-то метафоры, которые это, ну, не будет выглядеть, во-первых, посмешищем каким-то детским, именно вот глупым, не детским, не детской непосредственностью, которую я всегда респектую, типа, там, ребенком в душе оставаться нужно, да, там, как говорится, пословица «все мужчины» «дети», да? Вот, блин, этот текст и вот этой песни «Твой путь» это настолько невообразимая, ужасающая, безумная глупость, как будто вот ребенок, семилетний, начинает перед взрослыми о политике рассуждать, да? И ты как бы понимаешь, как смешно он выглядит, потому что он ничего не понимает, он где-то услышал какие-то фразы, понадергал и повторяет важное. Здесь то же самое, вот эти вот клише, все вот эти вот метафоры, они бессвязные, беспощадные, глупые. Группе хрен знает сколько лет и все хуже, хуже. Вот эта песня просто это эпогей, наверное. Еще одна песня у нас «Хранитель света» осталась, я даже не знаю, чего там ждать. Это просто какая-то аховая катастрофа. Переходим к «Хранителю света», последний, последний трек. «Ангел печали в заброшенном храме», понятно. Собственно говоря, как я предрекал, может, я не точно попал в каждый трек, когда предрекал, о чем будет этот альбом, да? Когда делал обзор на обложку вот на эту. Но по сути все совпадает, все совпадает. Либо война с ракетами, с танками, да? Либо ангельская вся вот эта церковная штука. начало просто шикарное, вот просто, как будто для меня писали «Ангел в заброшенном храме». Ай, блин. Свечу он прикрыл осторожно крылами. Чтобы крылья нахрен сжечь, зачем в заброшенном храме он прикрывает свечу? Как бы... Воцерковленность Кипелова, она, конечно, дело личное каждого, да? Но все-таки когда это выливается в треки, ладно, не буду говорить, у нас нельзя ничего критиковать, ни религию, ничего. Каким-то местом мы вроде как бы отличаемся от запада, а каким-то местом наоборот, как на западе, да? Ничего нельзя. Только у них про одно нельзя говорить, у нас про другое. Чтобы дольше светила свеча в ночной темноте, то есть он укрывает ее не от порывов ветра, которое в заброшенном храме быть не может, потому что это все-таки храм, хоть он и старый, но это стены, а стены, они, собственно говоря, ветер не пропускают, но он их закрывает, представляете, все, идиотизм ситуации, ангел в старом, в царой церкви прикрывает, никого нет, да? То есть храм заброшенный, да? Он прикрывает свечу крылами, не для того, чтобы защитить от ветра, если бы он где-то в поле с ней стоял, он с ней стоит в помещении, ветра нет, но он ее прикрывает свечами, из-за этого она дольше будет светить в темноте, хотя если он ее прикрывает крылами, то как она будет светить в темноте? Она будет освещать его вот этот внутренний круг крыльев и как бы, собственно говоря, для чего это все? Что даст эта свеча, горящая в храме? Что? Это Кипелов тем хочет сказать, что уходящая христианская религия, ее вот этот вот одинокий бедный бедняжка ангел хранит, чтобы она не утекла из людских сердец, а храм это метафора, которая вот эта вера людей вот в это христианского бога, а он хранит этот ангел вот эту веру из последних сил хранит. Может быть это Кипелов хотел сказать, я не знаю, но вот если воспринимать буквально все, конечно, да даже если не буквально, даже если воспринимать это то, как я это притянул за уши сюда, она все равно выглядит очень глупо, потому что метафоры должны приукрашивать хороший смысл, а не низводить его до глупости. Бродит ангел среди ликов, ну так полагаю, висят иконы, понятно, тут прямо вообще уже, раньше хотя бы с мистикой все это было связано, теперь прям вот церковь, иконы, прям свеча, все вот это вот уже не метафорическое, это просто вот описание, что вот ангел ходит, крыши нет, ну спасибо, что стены есть, да, ходит вот в этой в церкви среди этих икон. Зачем он это делает? Сейчас, наверное, мы узнаем. Шепчет молитвы распевно и тихо, понятно, ну, это же церковь, да, там, молятся, хорошо, для чего это ангел делает? Плачет о преданной Божьей любви, то, что я и говорил в начале, да, ангел пытается сохранить утекающую из людских к большой моей радости, да, потому что, ну, люди становятся умнее, люди становятся все-таки на читании, и старые средневековые суеверия все-таки, ну, хоть ты как изгаляйся, они не могут оставаться долго, и, конечно, число верующих очень сильно с годами проседает, и это прекрасно, потому что это шаг, мое субъективное мнение, это шаг человечества в новую эру, в новую эру просвещения, где люди будут тратить свои ресурсы не на постройку храмов, а на то, чтобы развивать человечество, прокачивать его, побеждать болезни, там, жить вечно, открывать новые тайны в науке, и все вот это, то, что не дает нам делать религия. Вокруг седая пыль, одиночество, это метафора хорошая, первая хорошая метафора за весь мини-альбом, то есть, просто сказать, что в старом храме пыльно, да, банально, банально, а можно сказать, а вокруг седая пыль, одиночество, то есть, пыль, это значит, то, что в этом помещении нет людей, да, собственно говоря, одиночество, помещение одно, просто запылено, ну, никто не убирается, да, но как красиво сделано, вот смотрите, могут же, могут, не знаю, кто это писал, но как хорошо сделано, я ведь об этом-то и говорил, друзья мои, что метафоры предназначены вот для этого, чтобы обычную, какую-то рутинную информацию приукрасить и сделать ее красивой, да, не глупой, а красивой, не искажая смысл, не убирая вообще смысл из уравнения, а именно приукрасить обычную, скучную информацию, для этого метафоры нам нужны красивые, здесь просто идеально сделано, вот здесь пять за эту фразу, просто с плюсом, дальше все с нами становится плохо, одиночество и пыль не пророчество, только лучик здравомыслия появился, красоты сразу, как бы, песня преобразилась, да, когда идиотизм не присутствует, красота начинает расцветать, даже если эта тематика мне не нравится, да, я могу признать, что типа сделано классно, пусть даже о тематике, там, которая мне антипатично сугубо, но я не какой-то фанатик, если это сделано красиво, я скажу, тематика вообще мне не нравится, но сделана прекрасно просто, да, то есть у меня никогда нет такого, что я буду хейтить, просто потому, что мне не нравится тема, нет, вот только была офигенная строчка, и за ней сразу идет вот эта вот глупость, одиночество и пыль не пророчество, это как, знаете, голод и усталость, это не судьба, ангел к нам и сторожит по преданию, я 10 раз прослушал, что это за к нам и там, какое-то другое слово, но простите, я не могу понять, что Кипелов поет. Все-таки, все-таки врывается ветер, там непонятно, что происходило, зачем он ее закрывал, но тут врывается ветер, все-таки нам прямым текстом говорят, нет, все-таки ветер есть, там дверь с петель сорвана или что-то, в юга зима, ветер врывается, эту свечу затушить пытается, ангел ее укрывает от ветра, сейчас хотя бы логично, стало, то есть в принципе с этого нужно начинать было с первого припева, с куплета. Сторож-хранитель, удерживая свечу от затухания, спорит с напористой мглой. Опять же, вот то, что мы было в песнях выше, пугание вот этой темной религии нас, темной в смысле безобразованной, пугание людей темнотой, как бы опять то, что я говорил, вот здесь, это все происходит, у Кипелова здесь это тоже есть, потому что все воцерковленные люди, у них вдолблено это просто на подкорку, что тьма это плохо, ночь это плохо, понимаете? И снова это повторяется. Ну все, да, свет, то есть свечи в наших душах хранит то, что я и говорил, да, вот объясняя эти странные штуки со свечой, этот смысл Кипелов и вкладывает, что утекающую веру в христианскую догматику, вот этот бедняжка, ангел одинокий, которого надо пожалеть и всем снова вернуться, забить храмы, и тогда всем будет хорошо, нет, не будет. Посмотрите, как развивалась наша история и с приходом христианства просто наука Древней Греции и Рима просто обрубилась к чертовой матери и человечество просто застыло, да? И потом, когда век технологии настал, когда религии немножко разжали свои когти, да, человечество снова начало прогрессировать, быстро начали ученые появляться, которых перестали там особо сжечь там на кострах за их изобретение. Просто тысяча лет человечество просто стояло на одном месте, никуда не развивалось. И Кипелов нам предлагает вернуться в это старое доброе время. Нет, спасибо, хватит. Я думаю, что тысячи лет достаточно, чтобы было понять, что это не работает. И причем, почему ангел это все хранит по преданию? Если одиночество и пыль это не пророчество, а то, что он хранит свечу, это какое-то предание, то есть то же самое пророчество. То есть есть какое-то пророчество, по которому ангел должен хранить эту веру в людских сердцах. Никакого пророчества нет, что вера должна уходить куда-то. То есть, опять, глупость на глупости. Одна прекрасная, красивая метафора на весь альбом походу будет. Вот про седую пыль одиночества. Про просто описывая пыль, лежащую там на стенах, на полках. Очень красиво было. Просто одна фраза. Дальше идет инструментал а-ля звуки, вот эти вот мистические звуки, которые должны человеку дать осознать все происходящее, понять, что надо возвращаться в церкви. Музыки таковой нет, просто больше звуки, какие-то зажатые аккорды на синтезаторах и женский голосок. Ангельский, скорее всего. Еще чуть-чуть и будет из диснеевского мультика. Холодное сердце. Долго очень длились эти завоевания ангела под минималистичную музыку, потом хорошее соло, которому не придраться, красивая музыка и припев. Ангел храмы сторожит по преданию, уже храмы, все. То, что раньше Кипелов пытался вуалировать своего церковленного здесь, просто молотом бьет в лбы слушателей, конечно, уже прям в чистую. Главное это церкви, главная вот эта внешняя мишура, атрибутика, не какая-то внутренняя твоя вера, не важно в каких богов, но в твое внутреннее. Нет, главное вот эти храмы человеческие, как бы вот эта мишура, которая совершенно ничего общего не имеет с твоими внутренними какими-то переживаниями и с твоей верой, которая у тебя есть. нет, тебе надо прийти, поставить свечку именно вот в это здание, ты не можешь дома это сделать, поставить свечку дома, ты не можешь помолиться дома, тебе обязательно нужно прийти к попам в это вот определенное помещение и определенным образом что-то сделать, иначе к богу твои вот эти мысли, твоя душа не попадет только через посредника вот этого. То есть, ну, понимаете, насколько это странно выглядит, все, но Кипелов нам именно вот эту мысль сквозь вот эти вот метафоры спорные преподносит как раз. То есть, все, Кипелов перестал уже вуалировать внутреннюю красоту, да, что вот это вот что-то внутри это незримое. Нет, просто храмы, все, свечка, храм, и вот только так. Это вот и есть вера. Без этого веры не будет, понимаете? Обязательно нужно прийти к дядям в определенных одетым дядям, в определенных шапочках красивых, да? Без этого нельзя. Сам ты не можешь с Богом общаться только вот через бородатых дядей. Альбом закончил, и кроме как жестокого, глубокого разочарования в Валерии у меня никаких нет. Я пытаюсь веселиться, пытаюсь хорохориться, но мне просто ужасно тяжело все это воспринимать, потому что человек из моего героя, из человека не как все превратился в человека как все, да? И вместо каких-то действительно внутренних, мистических каких-то переживаний, общений с высшей силой, да, то, что он раньше своих пытался делать в текстах, он теперь скатился именно вот к этим материальным, человеческим, понятным действиям. Церковь, свечка, попы, и вот все вот это. То есть это в каждой песне нарастало, нарастало, и в последнем в Хранителе Света прямо оглушительной, пощечиной отрезвляет, и, конечно, следующие релисы, собственно говоря, конечно, я буду обозревать, который там, привет, встретимся лет через пять, да, когда он еще выйдет, но плюсом это будет еще хуже, чем вот это. Это будет еще хуже, чем вот это. Ну, или ровно такое же, как вот Хранитель Света примерно, Вторая мировая война, религия, Вторая мировая война, Вторая мировая война, церкви, распятие, иконы, и все вот это вот постоянно будет бесконечно. Нет никакой мятежности, которую пытается Кипелов какими-то своими треками предать, как стоя на краю судьбы по вечности впасть, нет, нет. Все это отголоски каких-то былых времен, которые Кипелов, наверное, понимает, что зрителям еще нужно это, но в принципе он бы все сейчас песни пел как вот Хранитель Света, если бы он все-таки не понимал, что ну хоть что-то нужно зрителю дать, слушателю, да, чтобы это было, ну, хоть как-то немножко походило на старое доброе Арию Скипелова, или на старое доброе Реки времен, прекрасный, шикарный альбом, дикое разочарование, дикий вокал Кипелова, которым он сейчас поет по своему, мне кажется, желанию, да, дикие тексты, абсолютные, просто, ну, откровенно глупые, как вот, не пытаюсь себя выкрутиться, но кроме как глупые, я не могу ничего сказать, просто ужасно глупые тексты, и очень слабые вокальные мотивы, в которых только я нашел нормальный мотив, в Хранителе Света неплохой мотив, в принципе, неплохой мотив, местами неплохой мотив, в Висак Судьбы припев только хороший, да, и в Ночь в Твоей Душе куплет только хороший, твой путь, это полностью провально, да, наверное, это самое слабое, что я видел вообще за последние годы, что вообще можно себе представить, музыканты играют прекрасно, некоторые средненькие какие-то инструменталы, некоторые очень красивые, но с этим бэкграундом, которые сейчас происходят, которые несут себе трек кипелого, оно, конечно, вызывает только печаль, тоску и разочарование. Пишите свое мнение в комментариях, увидимся, пребудет с вами Сила, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok